Всем привет! Меня зовут Алина, вы на канале Читать нельзя сжигать. Это влог. Мы с вами в этом влоге будем читать одну книгу. Книга, которая называется Арктический клуб любителей карри за авторством Дани Ред. Это новиночка, даже вдвойне новиночка, потому что издательство Дом Истории тоже, новое издательство. И книга привлекла меня в своей локации, а именно Арктикой, куда отправляется молодая женщина, чтобы пережить утрату своей матери. Она устраивается работать кухаркой, готовит блюда по поваренной книге своей мамы. И это блюдо индийской кухни, в том числе и карри, как заявлено на обложке. И с одной стороны она находит новых друзей, это помогает ей вроде бы пережить горе, но с другой стороны с каждым приготовленным блюдом она вспоминает то, что хотела забыть. Вот так написано в аннотации. Посмотрим. Я, кстати, из тех людей, наверное, практически не существующего вида, напишите, если вдруг здесь есть еще такие, кроме меня, кто никогда в жизни не ел карри. Я понимаю, что ничего сверхъестественного в этом блюде нет. Это, насколько я помню, просто курица, а может быть даже и не обязательно курица. Приготовленная под определенным соусом и поданная к рису, если я ничего не путаю. Звучит совсем несложно, просто по какой-то причине в моей жизни это блюдо так ни разу и не появилось. И, кстати, муж у меня тоже никогда карри не пробовал. Так что в этом ролике, помимо чтения книги, мы с вами еще и карри приготовим. Наконец-то узнаем, что же это такое и, да, с чем это едят. Но еще в этом влоге будут и какие-то другие моменты. Наверняка поиграем с вами в какую-нибудь настолку. Ну а прямо сейчас, как только доснимаю этот ролик, выбегая из дома вместе с мужем и дочкой, мы отправляемся в библиотеки. Во взрослую и в детскую. Друзья, слишком сильно меня не ругайте. Если помните, в феврале был такой грандиозный буктюберский движ, который возглавила Людмила Ильичи. Это уже такая традиция. Каждый год она его запускает. Буктюб библиотекам. И я тогда показывала вам те книги, которые собиралась отправить в библиотеку. Ну а точнее даже отвести, отнести в одной из ближайших. Которые с фондом все не то, чтобы очень хорошо. Но как оно бывает в жизни взрослого, загруженного проблемами и несколько безответственного человека, то есть в моей, было миллион разных причин, поводов и достойных оправданий для того, чтобы до сих пор этого не сделать. Мне очень стыдно. Поэтому я тут приготовила еще раз и два. Две стопки книг, которые я добавлю к тем книгам, которые уже озвучивала в феврале. Под тем роликом, где я рассказывала о книгах, которые готовы передать в библиотеку, был, по-моему, один или несколько комментариев в стиле, зачем вы в ролике так подробно рассказываете, чем вам книга не понравилась. Складывается такое впечатление, что вы просто хотите спихнуть не нужно. Доля правды в этом есть. Это действительно книги, которые мне не нужны. Книги, которые мне нужны, которые я люблю и я обожаю, я ни за что не хочу их отпускать из дома, я не отношу в библиотеку. И я думаю, что большинство буктюберов, да и не буктюберов делают так же. И это не зазорно. Я не несу в библиотеку откровенно ужасные книги, которые, как мне кажется, никому не стоит читать. Например, тот же «Злополучный замок страсти», который я часто упоминаю. Такие книги в моей жизни встречаются очень редко, потому что есть уже некие опыты понимания того, что, в принципе, мне хочется хотя бы даже попробовать и надкусить. Так что откровенно плохая литература вообще ко мне в дом уже на протяжении нескольких лет не попадает. Так вот, давайте посмотрим очень быстренько то, что я сегодня готова добавить к списку. Но при этом я не буду особо долго рассказывать, чем книга мне не зашла, чтобы никого не травмировать. Итак, у нас здесь «Министерство будущего» от Кима Стэнли Робинсона. Отличная книга, я ее, по-моему, на 9 из 10 оценила. Просто понимаю, что перечитывать я ее не буду. Это очень необычное повествование о грядущей экологической катастрофе и о внезапно возникающей организации, которая хочет хоть как-то с этим бороться. Причем любыми целями, потому что цели обычные в рамках закона, в рамках этики и морали не работают. Еще одна классная книга, мне кажется, она будет особенно хороша для молодежи. Это Павел Шушканов и его «Ложная память». Хорошая крепкая работа на один раз, посвященная теме памяти, теме ложной памяти. Да, здесь же так и написано. Мир как будто бы начинает забывать о некоторых вещах, которых герой помнит. Такая немножко в духе Стругацких, Лема, вот зыбкая фантастика с долей философии. В общем, классная штука, но для меня на один раз. Еще две книги, которые мне не хотелось отпускать со своих полок, но все-таки, видимо, момент настал, потому что полки требуют свободного места для новых книг, а его там нет. Это «Красные лотосы и госпожа Тишина». По-моему, я на 10 или на 9 из 10 оценила первую книгу цикла, она мне очень понравилась. Вторая чуть-чуть поменьше, но тоже была хороша. Это азиатская фэнтези. Мне кажется, здесь есть некоторые небольшие вайбы Ведьмака, потому что главный герой Кентара, он дух. А дух – это инструмент для высшей цели. Это ребенок, которого изъяли из семьи. Суть в том, что у Кентара есть одна важная, чуть ли не единственная цель в его жизни – это защищать свою госпожу. Но Кентара не справляется, госпожа умирает у него на руках. И вот это путь человека, который провалил единственное задание в своей жизни. Во второй же книге у нас будет конфликт между двумя разными кланами, такое растущее предвоенное напряжение. Книжки очень даже неплохие, но, опять же, я их точно перечитывать не буду. И, наверное, в топ самого любимого фэнтези у меня это не входит. Так что пусть другие люди почитают. На одно прочтение – это хорошо. Теперь книги детские, которые поедут в детскую библиотеку. Во-первых, у меня здесь вот такой сборник сказок. Отличные. Вообще все детские книги отличные. Но место, опять же, не резиновое. Это «Девочка и лебедь» и другие северные сказки. Вот с такими классными иллюстрациями. «Дружба – это весело». Это вот такая вот книжка-картинка. Хотя здесь текста побольше, чем для самых маленьких. Книга очень яркая, красочная. Она о дружбе, о вынужденном соседстве. Тут будет в главных ролях медведь и его друзья, другие животные. Вот эти вот милые гномики. И здесь даже появится дракон. Но не переживайте, он совсем не страшный. Книга вышла в издательство «Энос Книга». По-моему, это серия «Книга-улыбка» или что-то вроде этого. У них много подобных. Так что, если у вас ребенок в возрасте от 3 до примерно 5 лет, обязательно обратите внимание на эту серию. У нас несколько десятков, по-моему, было книг от «Эноса». И они мне всегда очень нравились. Единки тоже. Еще одна книжка вот такая. Хорошая книжка. Но она, опять же, наверное, на одно прочтение. Здесь много текста уже. Это уже для постарше. «Приключения дракончика» и иллюстрации «Кристал Вогл». Еще одна книга, это еще из моего детства. Такое иллюстрированное, сокращенное издание «Айвенга» Вальтера Скотта. Вот с такими вот иллюстрациями. Конечно, это краткое содержание. Но, тем не менее, пожалуй, если это издается, наверное, это кому-нибудь нужно. Возможно, кто-то хотя бы в кратком содержании ознакомится с «Айвенгой». Я, кстати, сама тоже полную версию не читала. Но это просто не моя литература. «Солнечный денек» от Воронковой. Эту книгу мне, пожалуй, наиболее жалко отдавать из тех, что я вам сегодня показала. Потому что здесь отличное издание, плотная белая бумага и иллюстрации моего любимейшего детского иллюстратора Николая Устинова. Я очень люблю и его иллюстрации к нашим народным сказкам. И вот такие его работы. Но, вы знаете, вот эта книга, она для меня совсем никак. Я даже думаю, знаете, может быть, отнести ее во взрослую библиотеку. Потому что мне кажется, что вот это издание во взрослую, наверное, не примут. Мне кажется, оно чисто ностальгическое. Еще одна книга – это вот такие вот суперэксперименты. Мы с Динкой что-то из этого, конечно, поделали. Но, по большому счету, для этого нужен папа. А папа у нас, ну, прямо, скажем, ленится таким заниматься. Так что книжка у нас просто стоит без дела. Пусть она кого-то порадует. И еще одна книга – это «Динозавры. Твоя первая энциклопедия». Тут все очень просто. У Дины безумное количество энциклопедий о динозаврах. И у нее есть книги гораздо более красочные, на мелованной бумаге. То есть вот это она попроще из всей нашей большой коллекции. Информация все равно плюс-минус дублируется. Так что пусть книжка порадует кого-нибудь, какого-нибудь нового любителя динозавров. На этом все. Как видите, книг получилось очень много. Мы сейчас выезжаем в библиотеку на такси, а обратно прогуляемся пешком. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Библиотека изменилась в лучшую сторону. Мы в последний раз в ней были года 2-3 назад. И там было, знаете, так мрачно, так тяжело, и там было так мало хороших книг. А сейчас оказалось, что их затопили некоторое время назад. И у них после этого был ремонт. Поставили вот мягкую мебель, покрасили стены в светлый. Какие-то книги они смогли высушить. Там, говорят, было очень весело. Сейчас книг стало как будто бы больше. И при этом места тоже стало больше, светлее, просторнее. В общем, библиотека выглядит намного, намного лучше, чем я ее запомнила. Но, естественно, книги я туда отдала. И, несмотря на то, что она не в таком уж плохом состоянии, я думаю, что в следующий раз мы все равно сюда же книжки привезем детские. Буду теперь иногда это делать. Мои совсем недовольны такой прогулкой под дождем. Закутались с головы до ног. Дин, как погода? Плохо. Плохо? Плохо. Плохо. Ну что, ребята, я готова вам рассказать о своих первых впечатлениях. Пока прочитала 72 страницы. И все они были прочитаны вчера под дождем, пока я ждала свою дочку с занятий по рисованию. Читала я, конечно, не прям-таки под дождем. На странице ничего не капало. Уселась в летнем кафе под зонтиком. Было прохладно. Я довольно сильно замерзла под конец. Но в целом мне понравилось. Действительно очень романтично. Как-то необычно вокруг все капает, шумит, ветер, холодно, а ты сидишь с книжкой как будто дома. Было интересно обсудить эту тему в телеграм-канале. Кстати, если кто не подписан, то ссылочка есть в инфобоксе. Я спросила у подписчиков, есть ли у них такой опыт чтения на улице под дождем, именно бумажной книги. И мне написали, что да, у некоторых есть, но у этого метода чтения есть минус. Существенный минус, оказывается, страницы сильно идут волнами. Я тут же посмотрела. И действительно, у меня те страницы, которые я уже успела прочитать, очень сильно пошли волнами. Но меня это не сильно беспокоит. Тем не менее, вот сегодня книжка переночевала дома в тепле. Просто лежала спокойно, без всякого пресса, не на полке. В общем, все странички выровнялись и высохли ровно. Я не знаю, то ли это особое свойство вот этой бумаги, потому что она белая, она плотная. Она, наверное, да, максимально похожа на принтерную бумагу. Типа какой-нибудь белоснежки, снегурочки, как они там называются. Все отлично, все в порядке, никаких волн. Вчера были, сегодня нет. Ну ладно, давайте уже о книге. Это действительно история о молодой женщине. Она дитя смешанного брака. Мать у нее из Индии, отец, по-моему, из Англии. Но это не единственный интересный момент ее личности и идентичности. Дело в том, что главная героиня очень сильно страдает от повышенной тревожности. Причем, открыв эту книгу, первым делом нас встречает вот такое посвящение тем, кто живет с тревожностью. И знаете, когда я увидела это посвящение, вот именно там, на улице под дождем, меня прям-таки какой-то искрой пробило, потому что, да, у меня тоже есть большая проблема с тревожностью. И я, наверное, может быть, это прозвучит странно, но до прочтения этой книги, до начала ее прочтения, я никогда особо не выделяла эту черту, как психологическую проблему, с которой стоило бы поработать. А у Мэй, главной героини этого романа, есть опыт работы с психологом. И она в целом очень хорошо умеет отслеживать эту тревожность, зарождение этого чувства. Она прекрасно понимает, чем ей грозит проявление тревожности в той или другой ситуации. В общем, она с этим как-то работает и рефлексирует, хотя и не сказать, чтобы ей это как-либо помогало. Что касается сюжета, в самом начале романа мы встречаем Майю в самолете вместе со своим молодым человеком. Она летит в Арктику. Оказывается, она летит туда не так, как это было написано в аннотации, для того, чтобы сбежать от утраты своей матери. Ничего подобного. Она летит в Арктику, потому что ее молодому человеку предложили там работу, а именно какие-то научные наблюдения за медведями. Она, конечно, уже нарисовала у себя в голове прекрасную идеалистическую картинку. Деревянные домики, все вокруг утопает в снегу, светит яркое солнце, иногда северное сияние переливается всеми красками. Вот она выходит из самолета, и ее просто с ног сбивает мороз, ветер колкий, который пробирается до самых костей. О ужас, здесь минус 20, говорит она. Для нее это оказывается большим испытанием. Она совершенно не была готова к тому, что она получила. Она попала в такую страну, где даже просто выйти из дома лишний раз для нее подвиг. И вот здесь мы возвращаемся к теме тревожности. Был очень интересный момент, когда ненадолго она заблудилась в метели. То есть она просто идет, вокруг все в снегу, ничего не видно, и она уже не понимает, где она. Она в черте вот этого небольшого городка, состоящего из вот этих небольших одноэтажных домиков. Или она уже вышла куда-то в чисто поле, где водятся медведи, где если метель сейчас не уляжется, она просто заблудится и умрет. И вот она так некоторое время блуждает, а потом видит огни отеля. Конечно, она очень радуется, потому что это настоящее спасение, можно переждать метель и возвращаться домой. Но тут подступает тревожность. Но стоило мне подойти к отелю поближе, внутри вдруг что-то переключилось. Когда я войду в такое место, все будут на меня смотреть. А вдруг напитки там слишком дорогие, и мне придется растягивать один бокал на много часов, выдерживая многозначительные вопросы, не хочу ли я чего-нибудь еще. А вдруг девушка за стойкой окажется заносчивой стучкой и не поможет мне вызвать такси. Или шофер не будет говорить по-английски. Во рту у меня пересохло, желудок скрутило судорогой, так что думать стало еще сложнее. Знаете, для меня этот момент откликнулся буквально дословно, потому что когда я жду ребенка с занятий, мне ее приходится ждать примерно полтора часа, час сорок. И для меня большая проблема высидеть столько времени в кафе. Ну, точнее, я никогда не могу этого сделать. Я захожу, заказываю себе чашечку чая, небольшой десертик, съедаю это. После этого меня максимум хватает еще на 20 минут, чтобы без всего просто так сидеть и занимать место. Потом на меня просто накатывают эти бесконечные мысли про то, как косо на меня смотрят, насколько я здесь лишняя, что я не сижу, ничего не пью, не ем, просто так сижу с книжкой, да как же так. В общем, все это слишком сильно наваливается, так что я закрываю свою книжку, ухожу, дальше гулять по улице, даже если на улице дождь, и все не очень хорошо. И, честно говоря, мне всегда казалось, что это просто часть моей личности, так же, как есть интроверты, экстраверты и так далее. Это просто часть меня, с которой ничего уже нельзя сделать. И здесь Майя, судя по всему, будет пытаться как-то все-таки с этим бороться, как-то эту тревожность в себе побороть, но вполне возможно, я допускаю, что ничего у нее не получится. Конечно, здесь у нее какой-то более клинический случай, намного более сложный, чем мой, потому что ее из колеи могут выбить буквально любые изменения. Например, она вроде бы всегда хотела вернуться в Индию, где не была со своих 6 лет, и практически ничего не помнит из своего детства, ей хотелось снова там побывать. Но все время вот эта тревожность, опять же, на нее накатывала, а примут ли ее там за свою, а понравится ли ей местная еда, и множество других вопросов, и в Индию она так и не слетала. То есть видно, что Майе эта тревожность по-настоящему мешает жить, мешает принимать какие-то решения, и даже удивительно, что с таким уровнем тревожности она согласилась все-таки полететь в Арктику. Наверное, решающим фактором здесь стал ее молодой человек. И вот с первых страниц уже я вижу, что Майя им очарована, и она считает, что он действительно очень сильно о ней заботится, и в каких-то моментах это так и есть, она может ему позвонить, сказать, что плохо себя чувствует, он буквально через 5 минут сорвется с работы и прибежит домой. В каких-то других моментах я вижу полное непонимание ее молодым человеком, того, что с ней происходит. Будет интересно посмотреть за развитиями отношений в этой паре, но мне кажется, что здесь все сразу обречено на провал. Пока могу сказать, что это простая книга, это действительно не какая-то высокая, высокоинтеллектуальная литература, но она на удивление поднимает интересную тему тревожности, тему взаимоотношений в паре, когда один партнер более уязвим. Она легко и просто, и не без юмора написана. Сразу видно, что здесь есть какая-то тайная загадка в прошлом героине, связанная с ее детством, с ее матерью, то, что она предпочла забыть. В общем, книга мне пока действительно нравится. Ребят, мы с моим мужем Ильей сейчас покажем вам, как играть в такую крутую игру «Остров кошек. Исследуй и рисуй». Может быть, вы помните, у меня на канале уже был такой довольно большой и подробный обзор большой версии этой игры с полимином. Она очень красивая. Я оставлю для вас в инфобоксе обязательно ссылочку на тот обзор. Но сегодня мы с вами поговорим об облегченной версии этой игры, которая подходит для того, чтобы взять ее куда-нибудь с собой, поиграть вместе с друзьями. Удобно, классно, весело. Вообще, в этой игре мы с вами будем спасать кошек с острова, населенного именно кошками. И туда в течение 7 дней должен добраться злобный пират Вэш. У нас есть 7 дней, 7 раундов для того, чтобы вывести с острова как можно больше кошек. И вот здесь, в центре стола, у нас как раз-таки находится наш импровизированный остров, который всегда выкладывается по определенной схеме. Здесь есть кошки, сокровища и задания, которые здесь называются уроки. Мы будем в свой ход, каждый из нас, выбирать одну из колонн и зарисовывать к себе на корабль, то есть спасать таким образом кошек. И также сможем утащить какие-то сокровища или поставить перед собой цель, то есть взять урок, взять задание. Если в конце игры мы выполним это задание, то мы получим победные очки. На корабле есть крысы, которых нужно обязательно перекрыть, то есть поймать кошками или можно скинуть на них сокровища, как написано в правилах, бедные крысы. Также мы получим минусы по очкам, если какие-то из кают, а здесь все каюты отмечены отдельно, очень удобно. Если какие-то мы не сможем закрыть полностью, то это будут минусы. Итак, у нас первый раунд. Вэш еще довольно далеко от острова. У нас разложен наш остров, который, кстати, в каждый раунд будет выкладываться заново, так что мы неплохо так прокрутим вот эти толстенькие колоды. И сейчас каждый из нас одновременно может выбирать одну из колод и начинать все это зарисовывать по типичным правилам Roll'n'Ride. Я выберу вот эту колонну, потому что мне нравится, что я сразу получу двух красных кошек, и также я получу редкое сокровище, каждый из которых в конце игры даст мне три победных очка. Беру красный маркер, потому что кошки в моем роду именно красные, и рисую те фигуры, которые изображены на картах, на своем корабле. Я перекрыла красную карту сокровища, а на корабле есть такие карты сокровищ каждого из цветов, красной кошкой. И поэтому сейчас я сразу могу нарисовать одно любое обычное, а не редкое сокровище. Я решаю воспользоваться одним из особенных действий и нарисовать сокровище дважды. Так что свое редкое сокровище, точно такое же, я еще раз задублирую в другом месте корабля. После того, как мы доиграли раунд, Вэш продвигается на один день вперед, и мы с вами должны пересобрать наш остров. Это очень важно. У нас выдадут новые карты. Я опять смогла уместить кошку нужного цвета поверх карты нужного цвета, так что у меня снова одно дополнительное обычное сокровище. Я чувствую, что я очень хорошо справляюсь. Да? Ты чувствуешь, что ты хорошо? Да, сам сегодня похваливай. Ты хорошо справляешься? Я офигенно справляюсь. Спорим, я выиграю в этот раз? Я не буду спорить, я просто выиграю. И в этот же ход я перекрываю синей кошкой синюю карту. Еще одно обычное сокровище. Я его пристрою вот сюда. В этот ход я двумя такими обычными сокровищами уже смогла закрыть самую маленькую каюту. Вообще игра позволяет взять до шестерых игроков, потому что у нас есть в коробочке шесть вот таких планшетов, но на самом деле игроков может быть и больше. Можно скачать планшеты корабля с сайта производителя игры, распечатать и играть любым составом. Партии проходят очень быстро, если никто в вашей компании не играет, как мой муж. Ах, собака. Опять что-то не так. Можно по-другому было бы. Мы доиграли последний раунд, сейчас будем считать очки. Есть тут такая сводная таблица, которая показывает, сколько каждое семейство кошек нам принесет очков. Так, если у нас в семействе три кошки, которые находятся рядышком, то мы получим восемь очков. А если четыре, то уже одиннадцать. И так далее. То есть чем больше кошек в одном семействе, тем больше мы получаем очков. Ну, я жду. Ну, ты ждешь. Поздравлений. Поздравляю. Я думала, хотя бы поздравления будут. Подводя итог по этой игре, могу сказать, что она становится одной из моих любимых Roll and Ride игр. Это когда нужно что-то зарисовывать у себя на планшете. Это действительно очень круто. И здесь все время есть ощущение, что как бы ты ни старался, ты немножечко что-то не выполнил. Мне кажется, сыграть в эту игру идеально довольно сложно. Ну, не стоит, да, там, стремиться быстренько вот это все заполнить к центру, потому что, видишь, к концу игры я там почти все заполнил. Здесь корабль, да, остались такие маленькие места, узкие, куда уже фигуру не впихнуть. Всю игру играешь с мыслью, насколько просто и легко все получается, насколько быстро все заполняется, получается следовать целям, уничтожать крыс. В общем, все здорово, а потом на предпоследнем раунде просто срезаешься и понимаешь, что не можешь ничего никуда уместить. У тебя осталась куча незакрытых кают, неубитых крыс и невыполненных целей. В общем, все это так резко обрушивается. Эта версия игры мне действительно намного больше нравится, чем первоначальная. Простая, быстрая, она не переусложнена вот этими картами дополнительными, с сапогами, с корзинками. Как будто бы оставили все самое интересное. Сделали игру чуть-чуть покороче по времени и гораздо более динамичной. Все ходят одновременно. Это огромнейший плюс для любой игры, согласись. Так что наши горячие рекомендации. Игра просто классная. Музыкаest. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 что, возможно, у тебя просто были не все карты сданы на руки, и ты не так хорошо знаешь эту героиню, как она сама себя, и для себя она все правильно в этот момент решила. Вот так завуалированно скажу. Общая мысль такова, здесь все хорошо и гармонично, здесь и темы подняты разные, это и отношения в семье, это и поиск своего счастья, причем именно расстановка приоритетов, в чем счастье будет именно для тебя. Это и стремление самому управлять своей жизнью, самому принимать решения, это и, опять же, тема разных психологических расстройств, в общем, здесь много всего. Также здесь есть достаточно интересный сюжет, тайна в прошлом, запоминающиеся персонажи, в общем, все, что мы любим. Я бы с удовольствием ежемесячно читала один-два подобных романа, я имею в виду отдыхательных, развлекательных, простых и вместе с тем удерживающих, но, к сожалению, очень часто именно в направлении такой литературы в основном все-таки какие-то испанские стыдные вещи для меня происходят. Здесь, кстати, тоже была одна эротическая сцена, как мне кажется, максимально лишняя в этом произведении, из-за которой, возможно, я и поставила книги 9, а не 10 баллов. В романе есть и некоторые мелодраматичные сцены, которые прошибают читателя на слезу, и я не стала исключением, несколько раз с этой книгой проревелась. Если вам категорически не нравятся такие книги, возможно, это не ваш вариант литературы, но, на мой взгляд, здесь все сделано достаточно мягко и тонко, нет ощущения вот такой навязчивой слезодавилки. Ну и еще один крайне важный для меня момент. Я очень люблю книги и фильмы, которые побуждают заняться чем-то новым, которые могут передать тебе кусочек чьей-то страсти. Вот эта книга, она вся пропитана готовкой и кулинарией, причем именно индийской кухней. Как вы уже видели во влоге, я несколько раз готовила карри, я закупила некоторые индийские приправы, причем об одной из них узнала только из книги, это называется амчур, и это сушеный, зеленый, недозревший манго, который на вкус не как манго, а скорее как что-то такое терпкое и кислое. Но здесь мама главной героини использовала эту приправу как свой такой коронный особый ингредиент, и мне очень захотелось попробовать. Пока еще попробовать не успела, только сегодня получила, но хочется поэкспериментировать. Так что Роману еще и за это спасибо, за вдохновение и желание приготовить что-нибудь новенькое. И еще один момент, который важно озвучить, вы, наверное, знаете, что Дом Историй не все свои книги будет выпускать в печатном варианте, некоторые книги выходят только в аудио, другие только в электронке, какие-то книги, как, например, вот это, выходят сразу во всех форматах. И я посмотрела, Дом Истории привлекает к озвучке очень классных чтецов, там и Рацик, там и Багдасаров, и Перель, и кто-то еще. Но, к сожалению, вот с этой книгой в озвучке у меня вообще не сложилось. Сначала, когда я начала ее читать, я забыла о том, что есть озвучка, и успела прочитать, ну, примерно треть романа. А потом я вспомнила об озвучке, побежала ее слушать, потому что все-таки я люблю аудиокниги, они мне очень сильно экономят время, но не всегда аудиокниги — это хорошо и здорово. Я включила этот роман в аудио, и я была ужасно удивлена тем, с какими интонациями, с какими модуляциями, как именно женщина-чтец зачитывает эту книгу, какой стала в ее интерпретации главная героиня. Здесь она для меня девушка, молодая женщина с какими-то своими проблемами, понимающая их, страдающая от них местами, но все-таки это достаточно приятный персонаж. Да, местами она может как-то критично к себе относиться или посмеиваться над собой, но все-таки это взрослая и в целом достаточно адекватная женщина. В интерпретации чтеца же я увидела взрослую женщину, которая конючит, которая ноет, которая строит из себя маленькую девочку. В общем, там были для меня совершенно неприемлемые нотки. Я на все 100% уверена, что если бы я начала знакомство с книгой, не с текста, а именно с аудио сразу, я бы не смогла продвинуться дальше одной главы. Мне бы категорически все это не понравилось, и у меня какое-то совершенно другое представление сложилось бы и о книге, и о главной героине. В общем, на мой взгляд, это тот случай, когда лучше все-таки читать глазами, если только по какой-то причине вам не понравится именно та интерпретация, которая получилась у чтеца. На этом, ребята, сегодня буду с вами прощаться. Большое спасибо за просмотр этого видео. На этом видео держу вас в курсе, что подобного плана влоги теперь будут выходить на Бусти ежемесячно. Сначала 1 числа каждого месяца мы совместно с бустерами третьего уровня будем решать, какую книгу мы читаем совместно в этом месяце. И отзыв об этой книге будет появляться только на Бусти в виде какого-то подобного дневничка, в котором иногда будет больше влогов, вот как в этом видео, опять же, про настолки, про парфюм, про что-то такое там буду говорить. Иногда там будет меньше влога, видео будет посвящено только книге. Причем эти ролики будут выходить обязательно со спойлерами, с моими подробными эмоциями, какими-то впечатлениями первыми. Я буду делать множество включений по ходу чтения романа и выбирать мы под этот формат будем чаще либо классику, либо какие-то очень нашумевшие громкие произведения. Чтобы всем было интересно, уже с мая начиная, мы выбираем первый роман для совместных чтений. Тем, кто уже подписан на меня на Бусти, как всегда, большое спасибо за поддержку. Именно благодаря вам я продолжаю оставаться на Буктюбе, снимать все эти ролики. Всем посмотревшим огромное спасибо за ваши лайки, комментарии. Скоро мы с вами уже увидимся. На канале будет еще много всего интересного. Скоро будет несколько роликов о прочитанном. Я столько всего прочитала и уже не терпится вам рассказать. Скоро будут большие книжные покупки. Скорее посылки от издательств. В общем, еще много всего классного будет. Ну а пока, всем пока!